Библейский портал экзегет.ру представляет И вторая продолжает первую. Логично ждать, что вторая макарейская книга будет продолжать первую. Первая закончилась у нас началом правления Анна Геркана. Да нет ничего подобного. Вторая книга на самом деле излагает более-менее тот же исторический период, но с другой немножко точки зрения. Первая была такой историасовской, если хотите. Она рассказывала о том, как победила макарейское восстание. Вторая становится более богословской. И в ней практически те же самые истории, даже несколько более краткий период уже описан с точки зрения того, что это значит для верующих иудеев. Она оформлена по-другому. Вот как раз первая глава показывает, зачем она написана. Да, когда и кем она написана, мы точно не знаем. Ну, где-то вот в районе сотого года до нашей эры, как, видимо, и первая, но другим автором для другой аудитории. Начинается она вот с обращения, собственно, кому она предназначена. Братьев-иудеев в Египте приветствуют братья-иудеи в Иерусалиме и в стране иудеи доброго мира. Пусть вам благодетельствует Бог, пусть напомнит Он о Своем завете с Авраамом, Исааком и Иаковым, верными его рабами. Пусть даст всем вам сердце, чтобы чтить его и исполнять его волю с великим усердием и душевной охотой. Пусть откроет ваше сердце для его закона и повеления и принесет вам мир. Пусть услышит ваши молитвы, примирится с вами и не оставит вас в годину бедствий. Вот как молимся мы за вас ныне. Это письмо из Иерусалима иудеев в Египет для единоверцев, для того, чтобы рассказать какие-то важные события, которые в Египте, наверное, им хуже известны. В царствовании Деметрия в 169 году мы, иудеи, написали вам о жестоких притеснениях, постигших нас в те годы, с тех пор, как Яссон и его люди предали святую землю и царство. Ну, датировка, значит, что здесь имеется в виду? Во-первых, датировка по правителям царствования Деметрия. Деметрий II, Некатор, он правил, ну, там разные периоды правления, потому что у селевкидов почти все это время идет гражданская война. То один претендент возникает, то другой, но он правил в 140-х, 120-х годах. И, соответственно, еще есть датировка по Македонской эре, начиная с правления Александра Македонского. И вот здесь, в этот самый период, написано то, что до нас, пожалуй, не дошло, или что можно считать некоторым прототипом первой Маковейской книги, где изложены рассказы о том, что, собственно говоря, происходило. А может быть, это как раз и есть то, что во вторую книгу вошло. Но не очень важно, как это же действует этот документ. Важно, что для иудеев важна эта солидарность поверх границ. То есть рассказать о притеснениях, о борьбе, о стойкости в вере. Ессон первосвященник, который, собственно, затевает такую вот реформу, если можно это так назвать, с целью отказаться от традиционного благочестия, для того, чтобы понравиться антиохийскому правительству. Ессон и его люди предали святую землю и царство, сожгли врата и пролили невинную кровь. Мы молились Господу и были услышаны. Мы принесли жертву и пшеничную муку, зажгли светильники и предложили хлебы. Так что теперь исправляйте дни кущей месяца Хослева 148 года. Имеется в виду, судя по всему, взятие Иерусалима восставшими, которые очищают Иерусалим, отмечают праздник кущей и сообщают другим иудеям о том, что они это сделали. И дальше, собственно, текст документа. Жители Иерусалима иудеи, совет старейшины Иуда, Аристабулу, учителю царя Птолемея, происходящему из рода помазанных священников, а также иудеям в Египте желают радоваться и здравствовать. От великих опасностей, Богом спасенной, великую благодарность мы приносим ему, как будто это мы сражались против царя. А ведь это он выдворил воевавших в святом городе. Имеется в виду селевкидский царь и противодействие ему. И действительно, когда полководец и его воинство, казавшиеся непобедимыми, пришли в Персиду, они были изрублены на куски в храме Нанайи, благодаря хитрости, к которой прибегли жрецы Нанайи. Ну вот здесь идет речь о гибели в Персии, в пределах селевкидской державы, войска селевкидского, и, соответственно, хотя это не имело никакого отношения к иудеям, но понимается имя как избавление от той опасности, которая грозила бы им в случае, если бы потом царь Антиох и его войско напали на непосредственные иудеи. Антиох, якобы наваливаясь сочетаться с ней браком, пришел в это место со своими друзьями, чтобы в качестве переданного взять немало сокровищ. Ну, пограбить. Об этом, кстати, в первой Маковейской книге мы читали. Он хотел ограбить святилище. Когда жрецы храма Нанайи выложили сокровища, Антиох с немногими людьми вошел в ограду капища. Сразу за ним жрецы заперли храм. Открыв потайную дверцу в потолке, они стали бросать камни и поразили полководца с его людьми. И, расчленив трупы и отрубив голову, вышвырнули их тем, кто оставался снаружи. За это все благословен наш Бог, сгубивший нечестивцев. Вот интересно даже, что гибель Антиоха в языческом храме в Персии понимается как действие Бога, поскольку Бог силен во всем мире спасать своих верных людей. Итак, намереваясь 25-го числа месяца хослев праздновать очищение храма, ну вот, судя по всему, это как раз написано в 165-м или 164-м году до нашей эры, и это очищение храма, которое произошло после взятия Иерусалима сразу, и что стало причиной празднования хамуки в дальнейшей истории иудаизма. «Мы сошли нужным известить вас об этом, чтобы и вы отметили днекущие огня, когда, не имея отстроив храмы, жертвенник принес жертвы». Ну, речь идет, конечно, о восстановлении храма, которое произошло после возвращения из Вуэлонского плена. «Ибо когда наших отцов уводили в Персидскую землю, тогдашние благочестивые священники, взяв огня с жертвенника, тайно спрятали его в глубине безводного колодца. Там они надежно сохранили его, так что место это оставалось никому неизвестно. Прошло немало лет, и вот когда угодно было Богу, не имея посланный царем Персидой, отправил за этим огнем потомков тех священников, которые его спрятали». Кажется странным, как можно было спрятать огонь. И зачем его прятать? Ну, очевидно, есть некоторая преемственность. Вот первый храм, который был разрушен, и там горит священный огонь, нельзя просто так взять и зажечь обычным образом огнем, надо зажигать его от предыдущего священного. И вот они прячут огонь. Что это могло быть? Какой-то светильник. Наверное, уже никто не знал. Когда они заявили нам, что нашли не огонь, а только густую воду, он приказал им зачерпнуть ее и принести. А когда все было готово для жертв, Неми приказал священникам окропить этой водой дрова и то, что на них лежало. Когда это было сделано, и прошло некоторое время, засияло солнце, прежде скрытое облаками, и всем на удивление полыхнуло высокое пламя. А священники, пока жертва горела, творили молитвы, и священники – все люди. Ионат начинал, а остальные подхватывали, как и не имея. Судя по всему, идет речь про нефть, которая была определенным образом обнаружена. И вообще в Персии как раз есть традиция священного почитания огня. И вот зачерпнули эту нефть, полили ей дрова, и все, соответственно, загорелось. Но, понимаете, это все-таки как чудо, а не как некое такое действие вполне естественное. Палили все нефтью, а потом под лучами солнца, может быть, под сконцентрированными, при помощи какой-то лупы лучами все загорелось. И, соответственно, Ионат, он же Ионатан, проводит богослужения, проводит молитву. И текст этой молитвы, он довольно похож на многие другие ветхозаветные молитвы. «Господи Боже, Создатель всего, страшный и сильный, праведный и милостивый Царь, единый и благой, единый податель благ, единый праведный, всевластный и вечный, спасающий Израиль от всякого зла, избравший отцов и осветивший их. Прими эту жертву за весь народ свой Израиль, сохрани свою долю и освяти ее, собери наше рассеяние, освободи порабощенных у язычников, возри на униженных и презираемых, и пусть язычники узнают, что Ты наш Бог. Покарай же тех, кто нас угнетает, и спесивый над нами глумится. Укорени народ свой на месте своем святом, как сказал Моисей». Священники же пели при этом гимны, а когда жертва была сожжена, не имея приказал оставшейся водой полить камни покрупнее. Едва сделали это, как вспыхнуло пламя, но свет, засиявший в ответ от жертвенника, поглотил его. Ну, вот описание этого чуда, которое важно, конечно, прежде всего для того, чтобы храм при своем восстановлении снова обрел этот священный огонь. Он не мог быть просто от огнива, от каких-то обычных способов. Это должно быть только откуда-то свыше. Ну и маленькое примечание. Когда об этом стало известно, царю персов сообщили, что в том месте, где переселенные священники спрятали огонь, появилась вода, вот эта жидкость, которую бывшие с Неемея светили жертву. Удостоверившись в этом, царь огородил место и устроил святилище, и получил много денег, и даровал людям, которые добыли воду. Бывшие с Неемеей назвали эту воду нефтар, что переводится как очищение, но многие называют ее нефтай. Ну вот, собственно говоря, слово нефть, вообще-то оно древнеперсидского происхождения, нафт, да. Точно, мы не знаем, откуда оно взялось, но тут вот такая игра слов, потому что в древнееврейском языке есть похожие слова, вот глагол, например, «кэпэрэ» очищаясь, поэтому «нэкфар» можно понимать как «очищенное», но нефтар не очень похоже на «очищенное». Да, вот есть некоторые совпадения, но не полностью. И понятно, что в данном случае идет речь о почитании огня у персов, у зероострейцев, вполне вероятно, что ничего особенного там и не было связанного с иудаизмом, но иудеи понимают даже этот самый зерооастризм как некоторое ответвление от их собственного культа от того, что когда-то было зажжено жертвенное пламя, и просто персы переняли почитание этого пламени у иудеев. Продолжение этой истории будет во второй главе. Субтитры создавал DimaTorzok